С ранней весны до середины лета птицы встречаются повсюду, и в полях, и в лесах, и на водоемах. А осенью наши края буквально пустеют, и птицы попадаются на глаза все реже и реже. Люди давно заметили, что с приближением зимы многие птицы от нас улетают. Чтобы понять, почему одни птицы улетают, а другие остаются, надо сравнить, как живут птицы летом и зимой. Летом птицам привольно. Погода стоит теплая, и в жаркие летние дни они даже купаются. Корма для пернатых летом предостаточно. В огромном количестве летают разные насекомые. Созревают ягоды и семена. Летний день такой долгий, что в погожие дни времени хватает, чтобы утром насытиться, в полдень отдохнуть, а вечером еще раз хорошо покормиться. Пищи хватит на всех. А каково птицам зимой, когда им трудно выжить? Главный враг птиц зимой не холод, а голод. Если пищи достаточно, птицы выживут даже в лютый мороз. Чтобы не замерзнуть, нужно много питаться. Но наесться досы-то зимой непросто. Насекомые спрятались. Их теперь надо выискивать по щелям да трещинам. Семена и ягоды занесены глубоким снегом. Над снежным ковром их осталось не так много. И времени на поиски корма совсем мало. Ведь световой день зимой очень короток. Зима – холодное и голодное время. Что же делать птицам при приближении зимы? Может улететь на юг, где теплее и сытнее? Может и стоит. Да только лететь далеко. Сотни, а то и тысячи километров. И путь этот очень труден и полон опасностей. Многие птицы гибнут в пути. И назад возвращается меньше половины. Вот и получается, что если зимой птицы могут отыскать подходящий корм, к примеру, семена или почки растений, они могут остаться зимовать, как воробьи или овсянки. Таких птиц, живущих у нас круглый год, называют оседлыми. Есть птицы, например, ласточки и стрижи, которые питаются исключительно насекомыми. Зимой этой пищи на родине нет. Поэтому у этих птиц нет другого выхода, как улетать туда, где этот корм есть, к примеру, на юг. Эти птицы называются перелетными. Многие птицы с наступлением холодов не пускаются в большие и трудные перелеты. И на местах гнездовий привычной пищи для них недостаточно. Поэтому они начинают кочевать, то есть перемещаться из одной местности в другую, в поисках достаточного количества нужного им корма. Таких птиц называют кочующими. Но часто случается так, что одни и те же птицы могут быть кочующими в одну зиму и оседлыми в другую. Ведь при достаточном количестве пищи в местах гнездования этим птицам нет нужды куда-то улетать. А если корма совсем мало, голод заставит их искать более сытные угодья, то есть кочевать. В следующих сюжетах мы подробнее познакомимся с оседлыми, перелетными и кочующими птицами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok